Когда есть чем крыть, главный козырь в ремонте дорог картами – новый асфальтоукладчик. Он в полтора раза быстрее своих предшественников справляется с поставленной задачей и работать на нем одно удовольствие, рассказывает машинист. Стоит только внести в электронную систему несколько параметров и на нужном участке появляется дорожное полотно. В него подается асфальт, вот эта смесь, он ее распределяет, трамбует, дает уплотнение предварительное, а потом уже катками все это дело заказывается. Здесь толщину все выставил, то есть поставил угол там, ну и все, электроника сама, как говорится, делает для себя. В Самаре полным ходом идет ремонт дорог малыми картами до 100 погонных метров. График работ ежедневно корректируется в зависимости от ситуации на дорогах, но поэтапно процесс охватит все районы города. Чтобы не создавать транспортных заторов, бригады рабочих выходят на улицы в ночное время. Этот участок очень сложный был всегда, тут загруженность очень большая. И мне кажется, вот ночью самое время выбрали, потому что днем было бы и так, московский так перегружен, а днем было бы вообще коллапс. Так что ночное время, молодцы, что стали ночью делать. Всего за этот сезон в Самаре отремонтируют почти 90 тысяч квадратных метров дорог. В первую очередь немедленному ремонту картами подлежат, конечно, участки, соединяющие основные городские магистрали, а также аварийно-опасные дороги. Уже на сегодняшний день сделана улица Красноармейская, Осипенко. Планируем делать Чернореченскую, физкультурную, товарную, Ракитовское шоссе, проспект Кирова. Также по поручению главы администрации Олега Фурсова в перечень включены дополнительные улицы. Майская, Гастелло, Фрунзе, Пугачевский тракт и Новокуйбышевское шоссе. Будет приведен в порядок тротуар от моста через реку Татьянка до поста госавтоинспекции. В этом же году начнется реконструкция заводского шоссе. Марьяна Мирная, Максим Гусев, События.